Всем привет! Начинаю свой влог с машины, еду за Антохой. Сегодня у нас, нет, как холодно даже днём. Вот сейчас 11 часов и 19 градусов, но я так подозреваю, что может быть из-за того, что ветерок, чувствуется прям ещё прохладнее. А с утра было 7 градусов. Афония пошёл уже в шапке. У нас, кстати, новая шапка. Покажу, как Афония приедет. Вера ему вчера пошила из ткани, которую она выиграла. В общем, она мне говорит, я хочу победить. Ну, мы что-то разговаривали на тему, знаете, повторения аффирмаций, вот это вся фигня. Ой, мой муж едет. Всё, мой муж проехал. И что хотела сказать? В общем, мы разговаривали на тему аффирмаций. Я говорю, если ты хочешь победить, то надо говорить не я хочу победить, а я победила. Я победила там в конкурсе или где-то. И садвах, она победила, представляете? Так что аффирмации работают. Вы вообще, кстати, верите во все эти штуки, аффирмации, самовнушение, вот как себя запрограммируешь. Я просто прям верю. Я что-то углубилась в эту тему. Иногда даже муж меня ругает за это. Говорит, что это уже даже переходит все грани. Я слушаю кучу книг на эту тему, аудио, как-то делаю пряники. Он сказал, лучше смотри, там два. Чем ты слушаешь, что это фигню? Просто получается, знаете, я смотрю в инстаграм людей, подписано на них, которые вот тоже вот за вот эту политику, саморазвитие, все дела. И один человек начал это говорить, и бах, развелась девушка. Другой, другая девушка тоже. Я вот там читаю, там тра-та-та-та-та. И она тоже, я развелась. У нее говорит, я что, следующая, что ли? Короче, по-моему, саморазвитие, ну, типа они это говорят, как это, ну, почему они развелись, да, причины в том, что, типа, она ушла вперед по развитию, а муж так и остался где-то там сзади. В общем, не знаю, короче, мой теперь муж сказал, хватит этого саморазвития. Тручки, конечно, знаете, сейчас прям обалденные. Самое время фотографироваться при таком обалденном небе. Вот не просто голубое, а вот оно такое прям низкое кажется. В общем, я бы сейчас сфоткалась. Теперь Гришку в школу, ему тоже куртку одел. Я уже сейчас буду упаковывать, ну, вот уже упаковала, крышечками осталось накрыть, и сфотографировать наборчики к дню воспитателя. Все, все пленчики подготовлены, упакованы. Вот по три коробочки. Теперь у меня есть все-таки крафт-пакеты с ними, по-моему, еще такой вид, да, более... Более такой клевый, я бы сказала. Вот по три коробочки, шесть коробочек сегодня поедут. Вот, а завтра будут поздравлять и говорить спасибо нашим воспитателям. Я что-то не показывала муравьиную ферму, но у нас тут просто, знаете, как говорят, кролики плодятся. Но я вам могу сказать, что муравьи плодятся ненамного медленней. Так что они тут вообще... Помните, сколько их было? А теперь... А еще вот сколько яиц. Так это ж просто муравьиная ферма, точно уже настоящая. Какой-то новый способ у мамы с папой. Семена в бутылку. В дерево родной. А, да? А потом с этой бутылки в сейлку, да? Угу. Какой сорт? Это кинза, да? Кариба. Кариба. Это ты сейчас будешь сеять, да? Зимую. У нас тут новые изменения будут на кухне. У меня будет теперь здесь новая лампа вот такого дневного света. 350 рублей она стоит. Родители купили. Ну, у них там напротив магазин электротовары, поэтому они нам купили пластиковый корпус. В общем, вот она сама лампа. Гриша, иди обувайся, мы на футбол. Два узла тебе рассказала вязать. Футбольные бутсы. Раз, на бантик завязала. Сверху еще раз бантик, и не будет развязываться. Поэтому такие длинные эти. В общем, вот она лампа, в ку-выкл, в розетку. Вот она так ярко светит. И будет вот тут вот сверху. Молила, дитя, на ночь дезамона. Ты у меня как это, джедай. Да. Знаете, как она классно светит, да? Сейчас завозили пряники, и вот я даже не знала, что у нас здесь есть вет-лечебница, оказывается, в станице. Вот теперь знаю, что здесь вет-лечебница, где лечат животных. Вот возле магазина Светлана, получается. Вот открытие, представляете, в станице. А там написано пиво. Нам надо пиво. А, ну, там можно что-то лечь. Нет, за пивом нам не надо. Давай лучше в магнит заедем. А мне это заедем. Мы приехали уже за мальчиками, да? Еще у них примерно 20 минут будет тренировка. Ну, мы тут погуляем с Афонькой. Афонька вот в новой шапке. Тя Вера ему пошила, да? Еще такой же снудик. Решили, что пошьет, и будет у Афони снуд и шапка. Комплектик. Здорово. Родня сказала, что кроила эту шапку и шила за 20 минут. Вот, а ткань, как я уже говорила, утром ее выиграла в розыгрыше в Инстаграм. Так что розыгрыши существуют. Все правда. Пойдем? Афонечка оставь только братикам, хорошо? Я приехала домой, это такая красота. Так круто, когда вот так вот все светло, папа все подсоединил. Так, вот теперь вкл-выкл. И включаем. Выключить? А мне нравится, когда горит свет. Тебе нравится? Включить? Покажи, Фунец, Дед Мороз. Генри. Генри это твой, да? Да. Быстро как вырос, да? Да. У Антохи спрел этот чип, мы его разрыли, и там прелое семечко, поэтому его надо будет выбросить. А что там было? Ну, слишком много влаги было, воды. Так, чайничек нагрелся, я теперь не могу налюбоваться на эту лампу. Чайник у нас сам не выключается, поэтому нам надо его выключать, следить за ним. Вот еще и снут тетя Вера нам пошила. Как, тебе нравится? Ума. Ума. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok